Белорусское пчеловодство Вы уже видите в заставке нашего видео, мы дозвонили сегодня Измайлову Геннадию Брониславовичу, опытному пчеловоду-теоретику, опытному пчеловоду-практику, одному из известнейших людей, пчеловодов в Украине. И дозвонились ему с той целью, чтобы попросить у него разрешение принять участие в нашей онлайн-трансляции, ответить на вопросы наших пользователей интересующие и спросить у него, какую бы тему, Геннадий Брониславович, вы хотели, чтобы мы затронули в нашей онлайн-трансляции. Добрый день еще раз всем. Здравствуйте. Рад приветствовать на канале «Белорусское пчеловодство». Как говорится, большой респект и уважуха ребятам, которые все равно не тратят время, все это очень затратно. И я очень доволен, когда их канал просматривают, мой канал просматривают, и от этих просмотров пчеловодам есть какой-то прок и польза. Я послушал полностью Сережу Соловьева, его трехчасовой марафон, однозначно этот самый, и пришел к выводу, что, ну и оценивая вопросы, которые ему задавали, что он говорил, что нужно немножко уделить внимание, может, не сколько породе Бакфаста, хотя именно вот завоз Бакфаста и Карники зарубежной селекции подтолкнул к мысли или к проблеме, она открылась в чистую, что у нас практически, что у вас в Беларуси, что у нас в Украине не было чистопородного материала. Что это обозначает? Для того, чтобы чистопородное разведение производить, нужно, чтобы и у папы, и у мамы была родословная. То есть контрольное, контролируемое спаривание. Если его нет, ни о каком чистопородном разведении речи не может вестись. То есть пчелы из Карпат, это пчелы из Карпат, но это не Карпатка чистопородная. То же самое и с украинской степной, со всеми остальными породами. Поэтому вот хотелось бы поднять темку именно генетика пчелиной семьи. Какие гены передает мама, матка? Какие гены вносятся в семью пчел, в трутням? И как влияет именно свободное спаривание на качественный состав семьи в конечном итоге и производительность этой семьи? Потому что мы иногда требуем от того же Бакфаста суперрезультата, хотя человек приобретает неплодных маток, которые облетываются у него на его трутневом фоне. И все равно он хочет, чтобы эти пчелы были все одинаковые и соответствовали чистопородному Бакфасту. А самое еще интересное, что хочет, чтобы потомство этих маток было. Вот это самое интересное. Я прошу прощения, что перебью вас, Геннадий Брониславович. Самое интересное, что хотят, чтобы еще и потомство этих маток было. Еще и Ф3, и Ф4, и Ф5. Вот как раз это надо рассмотреть. А вообще, кстати, есть приемы, которые могут, скажем, позволить на отдельных пасеках, скажем, устойчиво получать со стабильными свойствами семей, Ф2, Ф3, Ф4. И для этого там особых не нужно. Ну, первая рекомендация, не держите 20 пород, конечно. А уже определите, что вам нужно на одной породе. Геннадий Брониславович, мы сейчас с вами в анонсе раскроем все свои секреты. Давайте мы дождемся уже онлайн-трансляции. Я так понимаю, что вы даете добро на онлайн-трансляцию, время. Давайте мы поговорим о том, что регламент. Сколько мы? Полтора-два часа. Как ваши? Просто я понимаю, что вы человек пожилой, что вам отдых нужен. То есть, что тоже вы не можете много времени уделить, потому что умственная работа и ответы на вопросы – это тоже нелегкий труд. Давайте вы установите регламент. Проблема не в том, сколько можно проговорить. Как говорится, дайте мне тему, и меня не остановят. Да, да. Мне жило очень говорить коротко. Самое интересное, что нас слушает публика с разным опытом и стажем работы. И нужно сделать так, чтобы все поняли, о чем идет речь. Потому что ты когда говоришь «Педигри», у 50% слушателей – это корм для собак. Так что этот самый. Кстати, в этом «Педигри» я тебе сброшу ссылочку, ты ее можешь расположить там у себя. Это сайтик «Карники» украинской. Там есть две страницы, очень четко расписано «Педигри». Именно для «Бакфаста» как читать. А написано это не со слов. То есть мы канал слушаем, смотрим, но никто же не конспектирует. То есть нам нужно, чтобы информация на бумаге была. Тогда легче воспринимаются. Так давайте, Геннадий Борисович, давайте сбрасывайте ссылку. Давайте, чтобы видео коротеньким было в качестве анонса. Вы даете согласие свое на 17-е число, на субботу. Тему вы обозначили. Я прошу наших пользователей, чтобы вопросы были связаны именно с этой темой. Тему, я надеюсь, вы все поняли. Влияние трудневого фона и, значит… Чистопородное разведение и влияние трудневого фона при свободном спаривании. Ну, если там у кого-то какие-то небольшие конкретные вопросы в сторону темы, мы их тоже посмотрим. Я планирую где-то основное рассказать, то, что я хочу где-то там 30-40 минут. И потом мы столько же выделим… Да, вопросы. Все, вопросов нету, Геннадий Борисович. Как вы скажете, так и будет. Мы полностью ваши пожелания учитываем. Значит, давайте еще раз повторимся. 17 декабря, суббота ближайшая, в 19.00 по Минску в Москве, в 18.00 Киев, Молдова и Прибалтика. Измайлов Геннадий Брониславович. Ждем онлайн-трансляцию. Спасибо, Геннадий Брониславович, что согласились у нас побыть на трансляции. Пришлите ссылочку, чтобы мы разместили под вашим видео, которое вы здесь анонсировали. Мы обязательно ее… и вопросы пишите в комментариях под данным видео, чтобы Геннадий Брониславович мог просмотреть это видео и просмотреть вопросы, которые вы будете задавать, подготовиться заранее, построить свою лекцию, свои ответы на вопросы, как ему бы было удобно. Правильно, Геннадий Брониславович? Да, все нормально. Все. Спасибо большое вам. До свидания. Спасибо, что согласились. Всего хорошего. Продолжение следует...